Юлия, спасибо большое, что вы принимаете участие в нашей конференции. Расскажите, какие виды спорта развивает ваш проект «Школа чемпионов»? «Школа чемпионов» — это проект, который направлен на развитие различных видов спорта. Но в основном это олимпийские виды спорта, которые, в принципе, индивидуальные виды спорта, которые не так сильно развиты, как хотелось бы. Ну и, конечно, мы не будем забывать об игровых видах спорта. Это тоже очень важно, потому что «Школа чемпионов» — это некий такой уровень, бренд, который должен соответствовать своему названию. Поэтому будем приглашать чемпионов для участия в этом проекте и будем его масштабировать во все регионы. А цель — привлечь спортсменов-любителей или воспитать профессиональных спортсменов, олимпийских звезд в будущем? Цель у нас, во-первых, это развитие института некоммерческих спортивных клубов, во-вторых, это социальная адаптация спортсменов после завершения их профессиональной карьеры, в-третьих, это аналитический процесс, который будет проходить в каждом регионе, и мы будем смотреть потребности самого региона, в чем он нуждается, либо в заполняемости инфраструктуры, либо в стройке новых инфраструктур, новых объектов, либо это в наличии самих чемпионов, потому что во многих областях с этим есть большая проблема. И очень много разных моментов, которые могут для себя в регионах увидеть чиновники, в принципе, с которыми мы будем потом общаться, и уже после аналитики уже какие-то инструменты использовать для внедрения этого проекта. А сейчас как складывается диалог с представителями власти? Идут ли они навстречу? Сейчас очень много регионов, которые, в принципе, заинтересовались реализацией этого проекта. Сейчас мы находимся на уровне как раз вот аналитики, проведения аналитики в разных регионах. И нам нужно год для того, чтобы составить полный список регионов, провести в каждом регионе вот эту работу аналитическую, предложить им проблемы, реализацию проблем, инструменты, благодаря которым мы можем это сделать. И потом, соответственно, уже открывать вот такие вот школы чемпионов, руководителями которых будут являться непосредственно сами чемпионы. Как вам удается привлекать инвестиции и спонсоров, партнеров в таком проекте? Ну, во-первых, это очень хороший медийный проект, потому что в нем будут участвовать самые, так скажем, титулованные наши спортсмены. Благодаря медийности будет очень плотная работа с партнерами, с инвесторами. Причем заход в эти школы чемпионов, он не такой дорогостоящий. Конечно, это все зависит от разных видов спорта. Допустим, если мы берем велоспорт, там, конечно, подороже будет открытие школы. Если мы берем плавание, это не столь дорогая экипировка, поэтому... То есть тут нужно смотреть от спорта самого, самого потребности, допустим, наличие инвентаря. Какой инвентарь должен быть? Ну и, конечно же, будем изучать кадровую проблему, которая существует, да? Проблему тренеров. Да, проблему тренеров, обучение ее, переквалификация. Ну, соответственно, будет проделана большая работа для того, чтобы этот масштабный проект был интересен представителям и власти, представителям бизнеса, да и вообще, в конечном итоге, интересен самому человеку, потребителю. Потому что сейчас тенденция такова, что родители, отдавая своих детей в спортивные школы, хотят больше внимания, чтобы оказывали ребенку. А это индивидуальный подход, как раз вот эти школы могут дать этот индивидуальный подход. А бюджетное учреждение, к сожалению, там работа на массовость и качество от этой работы теряется. Спасибо вам большое за столь подробные ответы и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.